Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников. Бартоломеус Спрангер, фламандский художник, живущий и работающий в Италии и Чехии, был одним из самых авторитетных художников своего времени. Его живописный талант появился еще в детстве. С 11 лет он состоял на обучении у художника Якова Майдена в Антверпене и Корнериса Ван Далема. Впоследствии получал консультацию от Марка Дюваля. Закончив обучение, отправился в Париж, потом в Лион, прибыл в живописную Меку, того времени Италию. Работал в Милане у Бернандино Гатти в Парме и в Риме. Спрангер понимал участие в оформлении палацца Форнеза в Капроролле. Я цитирую Википедию. С 1570 по 1572 годы состоял в должности папского художника у папы Пия V. По распоряжению папы писал картины, посвященные сценам страстей Христовым и копию страшного суда Микеланджело. После смерти папы он работал по заказам римских церквей, а в 1575 году по рекомендации Джованни Болония, когда был уже известным художником, был приглашен ко двору короля Рудольфа II и в 1580 переехал в Прагу. Спрангер писал не только для двора, но и по многочисленным заказам других влиятельных людей своего времени. Женился в 1582 году, переехал на некоторое время в Вену, затем обратно вернулся в Прагу, ему был присвоен собственный герб. Женился он на Кристине Мюллер, дочери богатого ювелира из Праги. Через 8 лет после женивы жена умерла после смерти всех детей. В 1595 году было присвоено дворянское звание, в 1602 году, будучи состоятельным человеком, он посетил Голландию, где его принимали с почестью. Спрангер изучал новые тенденции, был вдохновлен зарождающимся стилем барокко. Известный гравер, в свое время Хенри Гольциус, использовал многие картины Спрангера для своих произведений. Спрангер познакомил Северную Европу с итальянским манеризмом и был предшественником многих барочных живописцев, как, например, своего соотечественника Петра Павля Рубенса. Спрангер также работал скульптором. Возможно, он приобрел свои познания в области скульптуры в сотрудничестве с ламандским скульптором Гансом Монтом, который тоже работал при Пражском дворе. Умер в возрасте 65 лет в 1611 году. Ну, вот так вкратце о Бартоломеусе Спрангере, французском художником, жившем и работавшем в Италии и Чехии. Все, пока-пока, до свидания, смотрим картины. Субтитры создавал DimaTorzok